Девушки отдыхают Женщина после развода остается проживать со свекровью. Что это? Близость душ, любовь к матери мужа как к родной или все же корыстный интерес? И что я узнала? Оказывается, что отец Наташи, мой бывший супруг Геннадий, умер три года назад. И что алименты Наташи платил дедушка. Единственной связью между бывшим мужем и женой были алименты на дочь. Встречаться, общаться с дочерью отец не хотел. Как хитрый папаша задумал лишить несовершеннолетнюю девочку и наследство. Прихожу домой вечером. Лариса лежит на полу без сознания. Но я вызвал скорую. Оказалось, Лариса беременная. Ну и наглоталась таблеток, аспирину. Ни ребенка, ни котенка нет у Ларисы Титовой. А есть муж, который женился на ней без любви. Есть квартира, которую неизвестно как делить. И есть алкоголь, который отовсего спасает. Оставайтесь с нами. Истец Лариса Маркина, 35 лет, москвичка. После развода проживает с ребенком и свекровью. Просит от бывшего мужа алименты на содержание его матери. Отведчик Алексей Маркин живет с новой семьей. Считает, что его мать ни в чем не нуждается. Пожалуйста, изложите исковые требования. Я представляю интересы своей свекрови матери моего бывшего мужа Алексея. Дело в том, что я требую, чтобы он выплачивал 25 тысяч рублей каждый месяц на содержание своей матери, которая является инвалидом первой группы. Дело в том, что когда мы раньше жили вместе, он осуществлял уход за матерью, содержал материально, помогал мне во всем по хозяйству. Потом он образовал свою новую семью со своей новой и забросил нас. Я не забрасываю. И нам, двум женщинам, живется очень нелегко, поскольку пенсия у его матери составляет 8 130 рублей, из которых 4 150 рублей. Мне приходится платить за коммунальные услуги. Потом я на работу устроиться не могу, поскольку свекровь требует постоянного ухода. То ей таблетки, то ей поесть, то в ванну я ее таскаю. Она очень грузная женщина, весит 100 килограмм. Мне приходится ее туда таскать, вынимать. Вообще это очень тяжело. А также он помогал раньше чистить биотуалет. А теперь мне приходится все делать. Раньше мы жили вместе. Помимо того, что я подрабатываю, мой соседний подъезд и мои окна у богатых людей. Я то туда бегаю, то полы мыть, то за его матерью, то таблетки, то лекарства, то в магазин. Мне вообще этих денег не хватает. И вообще времени очень свободного мало остается. Я требую, чтобы он хотя бы 25 тысяч платил в месяц на содержание своей матери, потому что он новую должность получил в больнице. И зарплата у него составляет 115 тысяч рублей. Поэтому, я думаю, 25 тысяч можно давать на содержание своей матери. Будьте добры, пожалуйста, мне необходимо свидетельство о расторжении брака, доверенность, на основании которого вы осуществляете представительство интересов, и документы, подтверждающие размер пенсии вашей свекрови через судебного пристава. Передайте, пожалуйста. Дело в том, Ваша честь, что эти сведения не совсем верны. Моя бывшая жена не просто так живет с моей матерью. Дело в том, после того, как два года назад мы с ней развелись, у меня образовалась новая семья, был заключен, моей бывшей жене было предложено покинуть мою маму. Я бы согласен был снимать ей жилье. Но она наотрез отказалась выехать из квартиры. Мама моя тоже женщина грузная. К тому времени она была уже не очень транспортабельна. Более того, она отказалась тоже выехать. Она 30 лет прожила в этом доме. Она знает всех соседей. Врачи ее знают. Участковый врач, медсестры. И было предложено, вот тогда возник договор пожизненного содержания с иждивением. Вот имеется копия такого договора. И моя жена по этому договору, соответственно, должна выплачивать маме деньги, ухаживать за ней. Этих денег должно хватать и на лекарства, и на сиделок. Я так выплачиваю. Я 2 тысячи даю наличными, а 7 тысяч расходятся вот просто так вот. На лекарства, на магазин. Просто их нет. Это был их совместный выбор. Они сейчас, жена, моя мама через жену требует 25 тысяч рублей. Я не в состоянии выплачивать такие деньги. Я живу на съемной квартире с молодой женой. Вот ты именно забросил нас. Я не забрасывал никого. Полгода назад у нас родился ребенок. Брю, у вас жена дороже, чем его мать. Более, есть копия свидетельства о рождении ребенка. Ему всего полгода, поэтому жена моя не в состоянии работать. Более того, я строю новое жилье. Я взял кредит. Вот копия кредитного договора. Это 41 тысяча рублей в месяц. Более того, от наш сын, от совместного брака, 18-летний студент, тоже проживает с нами. Моя жена решила за мой счет прожить до конца жизни. То есть она получит квартиру, она требует от меня еще денег на содержание. Она просто решила жить за мой счет. Я требую денег на содержание твоей матери. Есть вариант. Им неудобно жить вдвоем. Она не в состоянии справиться. Она совершенно спокойно может выехать из этой квартиры. И тогда это будут уже расторгнуть договор о рейте. Ага, сейчас разбежалась я, расторгалась. Совершенно верно. Она не собирается выезжать из этой квартиры. Это то, что я делаю. И квартира сама убежала. А я бы тогда взял бы на себя уже проблемы с мамой. Это моя мама. И мы бы въехали. Я бы решил свои жилищные вопросы. И совершенно однозначно ухаживал бы за моей мамой. С моей житой. Истец, ваши обязанности по договору, рентному договору, какие ваши обязанности? Должна осуществлять уход, а также даю 2000 наличными и 7000 трачу на хозяйство. То есть вы несете расходы по коммунальные платежи? Коммунальные, вот из ее пенсии. А, то есть из пенсии выплачиваются коммунальные платежи. И фактически 7000, то есть 9000. Да, 9000. То есть даже меньше, чем установлено по закону. Дело в том, что у нас не может быть договор пожизненного содержания. Меньше составляет. Ну, как бы, ну, будем так говорить, вот стоимость такая, всего объема услуг, она не может быть меньше двух минимальных окладов труда. Я постоянно около нее то лекарства, то ухаживаю, переворачиваю. То в магазины я, пока она там заснет на часик, я бегу там подъезд мыть или окна там в соседнем доме. Я просто не успеваю больше зарабатывать. Истец, истец, вы когда заключали договор и там оговаривали определенные условия, вы прекрасно знали, на что вы шли. Зачем сейчас-то вы, вы же, когда заключали договор и стали собственником квартиры. Ну, у него зарплата 115 тысяч. Он мог бы помочь своей матери еще 25 тысяч давать. Я представляю ее интересы. Да, она так решила. Это ты уговорила ее написать это заявление? Конечно же. Она сама так решила. Да, она не была. Ну, истец, простите, пожалуйста, если вы не можете выполнять условия рентного договора, ну, давай прекратите этот рентный договор. Ну, конечно, уехать из Москвы, конечно. Что, я должна в мытищик, что ли, жить? Мне в Москве хорошо. Естественно, я в Москве хорошо в центре. Квартира в центре, которая достанется, конечно же, это просто замечательно. Это то, что она хочет. Ее абсолютно не волнует содержание мамы. Мне же надо ухаживать. Я абсолютно не забота о моей матери, тебя не волнует. Не успеваю. Ответчик, ну хорошо, почему вы не ставите вопрос о прекращении действия? Как это не волнует? Подождите. Я ставил, ставлю вопрос, она не дает никакого согласия. Да не надо согласия истца. Почему в судебном порядке вы не ставите вопрос? Я не думал о решении в судебном порядке просто. Потому что ему не хочется ухаживать. Как любой вид договора, и это тоже договор, он имеет основание его прекращения, он имеет основание расторжения этого договора. Следовательно, невыполнение суда рентополучателем, а естественно, в данной ситуации будет считаться рентополучателем, невыполнение взятых на себя обязательств является основанием для расторжения договора. То есть, Ваша честь, я через адвоката могу подать подобное заявление, и суд рассмотрит этот вопрос. И она будет тогда выселена в принудительном порядке. Нет, просто договор будет прекращен в связи с неисполнением взятых на себя обязательств. И, следовательно, прекратится право собственности истца на эту квартиру. И вы можете совершенно спокойно ссылаться на данное судебное заседание, что истец, и это будет отражено в протоколе, что истец ссылалось на то, что не хватает денег, она не может исполнять взятые на себя обязанности по договору. Я могу исполнять обязательства, просто мне еще надо 25 тысяч. Нет, истец, договор не носит этих условий. И квартиру надо. Договор конкретно возложил на вас исполнение определенных обязанностей, в том числе и по материальному содержанию. Вы приходите в суд и говорите, не хватает. Из чего суд должен сделать вывод, что вы сами не исполняете этот договор? Ну, инфляция, цены растут. Подребности-то большие по его матери. Так, будьте добры, пожалуйста, мне свидетельство ваше о заключении брака и свидетельство о рождении ребенка. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Далее в программе. И что я узнала? Оказывается, что отец Наташин, мой бывший супруг Геннадий, умер три года назад. И что алименты Наташи платил дедушка. Из лучших побуждений дед после смерти сына продолжал перечислять алименты насчет внучки. А получилось, что он лишил ее таким образом наследства. Прихожу домой вечером. Лариса лежит на полу без сознания. Но я вызвал скорую, все. Оказалось, Лариса беременная. Ну и наглоталась таблеток аспирином. Быть богатым и все иметь не только приятно, но и страшно. Таким людям нечего больше хотеть. Они уходят в мир иллюзий с помощью наркотиков и алкоголя. А их родные и близкие страдают от этого. Оставайтесь с нами. А теперь вернемся в зал суда. Прошу всех садиться. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслужив исковые требования истца, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, рассмотрев все представленные документы и доказательства, заявленные исковые требования удовлетворяет частично и взыскивает с ответчика на содержание матери алименты в твердой денежной сумме, устанавливая их в однократном размере минимальной оплаты труда ежемесячно. Суд частично удовлетворил иск и взыскивает сына алименты на содержание его нетрудоспособной матери, потому что трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей, в соответствии с правилами части 1 статьи 87 Семейного кодекса Российской Федерации. В данном случае мать ответчика нетрудоспособна, она является инвалидом по состоянию здоровья, нуждается в постоянном постороннем уходе, без которого она не может обойтись, в связи с чем и был заключен договор ренты. То есть данная ситуация договора ренты как раз свидетельствует о том, что ваша мама нуждается в постороннем и постоянном уходе. Доходы матери состоят из пенсии и содержания, получаемого по договору ренты. С учетом ее состояния здоровья и, соответственно, вызванных этим состоянием здоровья расходов, сами по себе доходы не являются достаточно высокими. И поэтому суд считает, что указанный размер пенсии и содержание по договору ренты фактически может обеспечить только минимум необходимых жизненных потребностей. Заключение вашей мамы договора ренты с иным лицом не освобождает трудоспособных совершеннолетних детей от содержания своих родителей. Поэтому сам по себе договор ренты не является основанием для того, чтобы освободить вас от уплаты алиментов. В данной ситуации суд хотел бы разъяснить сторонам, что минимальный размер заработной платы на территорию Российской Федерации составляет 4 330 рублей. Суд назначил в однократном размере указанные алименты. Кроме того, естественно, ответчик, я ваше внимание тоже обращаю на то, что у ответчика есть достаточно большие шансы для того, чтобы потребовать расторжения указанного договора. Потому что и содержание очень маленькое, и те трудности, на которые вы ссылаетесь, понятна вам позиция, да, естественно, понятно? Естественно, ответчик, суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Исковые требования удовлетворить частично. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Хоть 25 тысяч не получила, но нервы ему потрепало. 4 тысячи для мамы – это не проблема. А за расторжение договора о пожизненном содержании я буду бороться. А теперь вернемся в зал суда. Истец Надежда Панферова развелась с мужем 16 лет назад, одна воспитывала дочь. Недавно узнала, что бывший муж умер. Теперь она хочет получить наследство для своей дочери. Ответчик Галина Пришвина считает, что внучка не имеет права на наследство. Пожалуйста, истец, обоснуйте ваши исковые требования. Ваша честь, я представляю интересы моей несовершеннолетней дочери Панферовой Натальи Геннадьевны. Дело в том, что мы с моим мужем Геннадием не живем уже больше 16 лет. То есть мы разошлись сразу после рождения нашей дочери. Геннадий имел в собственности трехкомнатную квартиру. И после его смерти, ну это я потом по порядку все расскажу, как мы узнали, как все это было. Квартира перешла в порядке наследования его родителям по одной-второй доле, отцу и матери. По закону родители Геннадий являются наследниками первой очереди. Но также наследницей первой очереди является его дочь Наташа. Ну то есть наша совместная с ним дочь. Но Наталья не была включена в число наследников. Таким образом, ее интересы ущемлены. Ребенка обманом хотят лишить квартиры ее родные. И бабушка, умерший ныне дедушка, как выяснилось позже, и дядя. Начну все по порядку. Значит, после развода с Геннадием он платил исправные алименты, я получала их через собес. Но вдруг алименты я перестала получать, пошла в собес выяснить, в чем же собственно дело. И что я узнала? Оказывается, что отец Наташин, мой бывший супруг Геннадий, умер три года назад. И что алименты Наташи платил дедушка. Он платил алименты два с половиной года. И у меня не было никаких подозрений, что это в общем-то уже и не Геннадий платит. Потому что инициалы у Геннадия и у его отца одинаковые. Инициалы китанца одинаковые, все, деньги поступают, подозрений у меня никаких нет. Таким образом, я прошу суд вернуться к первоначальному положению после смерти Геннадия. И восстановить мою дочь, как наследницу в первой очереди, в законных правах. Чтобы она получила право собственности в порядке наследования на одну третью доли, принадлежащей ее отцу. То есть данная спорная квартира, она была собственностью вашего бывшего супруга. Он был единоличным собственником, правильно? Да, он был единоличным собственником. После его смерти фактически приняли наследство оба родителя как наследники первой очереди. Вам не было сообщено о том, что ваш бывший супруг умер. Вы об этом не знали? Конечно. Вы знаете, они же сделали это умышленно. Истец, вы об этом не знали. А дочка ваша была к этому моменту еще несовершеннолетняя, правильно? Да, конечно, она и сейчас несовершеннолетняя. Значит, наступило наследование по закону. И у нас были два наследника первой очереди, оба родителя, правильно? Да. То есть вам досталась одна вторая, и вашему покойному супругу также досталась одна вторая доля. Извините, можно продолжить? Значит, когда дедушка умер, выяснилось, что в порядке завещания свою одну-вторую доли, он, оказывается, завещал своему второму сыну Олегу. Да. Вот, таким образом, моя дочь совсем лишена тут собственности. То есть вы, простите, пожалуйста, вы остались наследником по закону на одну-вторую долю, а вы стали наследником по завещанию на одну-вторую долю, правильно? Да, совершенно верно. Понятно. Будьте добры, пожалуйста, мне вот квиточки, которые вы ссылаете, свидетельство о рождении вашей дочери и свидетельство о расторжении брака через судебный пристав. Передайте, пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, дедушки, я вас слушаю. Ваша честь, какая она наследница? Она даже не знает, где могила отца. Она никогда не приходила, не общалась с родным отцом, хотя он ей исправно алименты платил всю жизнь. Даже встречался с ней и дарил подарки. А она их швыряла в лужу. Она не хотела принимать подарки отца. Я не знаю, почему такая причина была. Но она не наследница. Извините, минуточку, можно я скажу вам? Вот я не знаю, Галина Михайловна, как вот у вас совести-то хватает такое говорить? Ведь Геннадий на самом деле вообще не принимал участие в воспитании дочери. И когда она болела, он ни копейки не дал на ее лечение. Я тащила две работы, чтобы ребенка вылечить. Он алименты платил. Извините, на день рождения. Алименты платил. Алименты три копейки. У него официальная зарплата, сами знаете, какая. Все равно платил алименты и подарки дарил. Так вот этого мало. Вы знаете, что сейчас по нашей жизни этого очень мало. А подарки, я не знаю, какие он дарил подарки. Что это были за подарки? Игрушки, это все дорого. Подождите, подождите. Знаете ли? Подождите, подождите. Естеции ответчики, как я могу понять? А с вашей точки зрения, ну вот, вы ссылаетесь на то, что там у вашего покойного сына, у его дочери были, ну такие, как бы там, напряженные отношения. Это какое отношение к делу-то иметь? А дело в том, что у них есть квартира трехкомнатная. Почему они лезут в нашу квартиру, где семья большая? Они два человека трехкомнатную квартиру имеют. Вот какая ситуация. Минуточку, ну существует же закон. Существует закон. Она наследница первой очереди. И она имеет право на долю наследства. А почему вы моих все ущемляете? Я вас вообще не ущемляю. Я сейчас про свою дочь говорю. У меня вот интересы моей дочери, которой я обязана защищать. Одну третью. Мы хотим одну третью доли. И потом, вы знаете, вот вы говорите, что Наташа не общалась с отцом. Во-первых, она несовершеннолетняя. Она не может принимать самостоятельное решение. А я вообще-то была против. Потому что, я не знаю, вы в курсе или нет, какие у нас были с Геной отношения. Я побоялась, что он плохо будет влиять на мою дочь. Будет говорить про меня всякие неприятные вещи. Когда отец болел, она ни разу не приходила. Ответчик, ответчик, пожалуйста, вы можете мне назвать основания, по которым вы считаете, что у несовершеннолетней не возникли права наследования? Основания можете мне назвать? Основания какие? Она не заслуживает квартиры. У нее есть своя квартира, своя жилплощадь есть. А здесь семья очень большая. Трехкомнатная квартира, нас пять человек. Почему? У него разнополые дети, мои внуки. Это ущемление прав. Рассказывай, как ты ремонт делал, все, что ты делал. Да, я очень много вложил денег в квартиру. То есть поставил в стеклопакет, паркетный пол застелил. Не хочу, чтобы, как говорится, был порядок. Трубы поменял, все делал. Все, да, Минюк. Вот сметы, вот будьте добрее. Да, сметы. Сколько денег затрачено? Извините, пожалуйста, уважаемые отечки, вот у меня вопрос. Могу дать? Да, пожалуйста. У меня вопрос. Вот вы сейчас суд опять вводите в заблуждение. Почему? Мало того, что вы нас не предупредили, что Гена умер. Мы звонили, когда, наверное, нас дома не было. Мы звонили, вы звонили, все равно вы его в этом не знали. А дедушка платил алименты, сколько лет еще? Все равно вы не оставили миллионка. Кто знал, что дедушка это платит? Нам вообще ничего не было сказано. Дедушка это платит или папа это платит. Все равно мы помогали. В том-то и дело, что вы это умышленно делали. Мы помогали. Минуточку. Какой вопрос вы хотели задать? Я хотела задать вопрос. Вы что, действительно считаете Наташу недостойной наследства своего отца? Вот какие вот у вас, вот скажите, пожалуйста, уважаемые судьи, какие у вас действительно есть основания? То, что вы сейчас перечислили, вот вас там много в квартире в ремонт сделали. Ну это... Нам без разницы. По закону... Понимаете, да. У вас трехкомнатная квартира на двоих. У вас трехкомнатная квартира на двоих. А вы представляете, у нас пять человек. Сколько вам говорится еще раз? Сколько вам говорится? У меня тяжелое материальное положение. Я сдаю две комнаты, чтобы дочь учить. Мне необходимо ваше свидетельство о собственности, которое вы получили у нотариуса через судебные приставы. Передайте, пожалуйста. И здесь вот смета, которой затрачены большие деньги на ремонт. Нет, смета или документы, подтверждающие произведения оплаты по этой смете? Пожалуйста, там все есть. Нет, а что там все есть? Смета? Или у вас есть документы, которые подтверждают, что были произведены эти расходы? Где документы, что вы платите? Где документы? Здесь. Нет, у меня есть. У меня есть свидетельство о правильном наследстве по закону. Есть справка, которая предоставлена о регистрации по месту жительства. Есть выписка из домовой книги. Есть еще одно свидетельство о праве на наследство по завещанию. Вот есть смета. Все. Смета есть. Замечательная смета. Все. Больше есть свидетельство о смерти, свидетельство о расторжении брака, квиточки, которые вы мне передали по алиментам. И смета. Ну, хорошо. Ну, и смета замечательная. Вы как считаете? Вот вы даете суду смету. Здесь написаны чудные, прекрасные цифры. А я откуда знаю, платили вы или нет? Ну, ведь мы же сделали ремонт. Нет, подождите. Ну, я откуда это знаю? Да хватит уже. Подождите, если... Ремонт сам по себе не сделался. Да нет, ну, не сделался, конечно. Но дело в том, что когда нотариус оформляет наследственные все дела, отправляются запросы, сообщается стоимость. Стоимость, это понятно. Стоимость исчисляется для исчисления налога на наследство, если таковой необходимо платить. Понимаете, в чем дело? После того, как был произведен ремонт, в него вызывается оценщик, платятся деньги, в суд предоставляется справка. Сначала справка от нотариуса, сколько стоила квартира, потом справка от оценщика, сколько стало стоить. Все, точка. А вы мне смету приносите. Так, суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Прихожу домой вечером. Лариса лежит на полу без сознания. Но я вызвал скорую, все. Оказалось, Лариса беременная. Ну и наглоталась таблеток аспирином. Ни ребенка, ни котенка нет у Ларисы Титовой. А есть муж, который женился на ней без любви. Есть квартира, которую неизвестно, как делить. И есть алкоголь, который ото всего спасает. Оставайтесь с нами. А теперь вернемся в зал суда. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, как законного представителя интересов несовершеннолетней, возражение ответчиков по заявленному исковому требованию, рассмотрев все представленные документы и доказательства, заявленные исковые требования удовлетворяют, и восстанавливает срок для принятия наследства. Суд признает за дочери умершего отца правы собственности в порядке наследования по закону на 1 третью доли квартиры, принадлежащей умершему отцу. Суд признает частично недействительным свидетельство о праве собственности в порядке наследования по закону, полученное матерью после смерти сына, и свидетельство, полученное братом после смерти отца. Суд уменьшает право собственности каждого из ответчиков до 1 третьей доли квартиры. Суд восстанавливает дочери умершего срок для принятия наследства, потому что на день смерти отца она была несовершеннолетней. А несовершеннолетие ребенка, то есть неспособность самостоятельно осуществлять свои гражданские права, является уважительной причиной, независимо от того, знал ребенок или нет о смерти отца, и независимо от того, какие отношения были между отцом и его несовершеннолетним ребенком, в соответствии с правилами части 1 статьи 1155 Гражданского кодекса Российской Федерации. В данном случае умерший не оставил завещание, поэтому должно было наступить наследование по закону. Наследниками по закону в первую очередь являются дети, родители и супруги. У умершего трое наследников по закону в первой очереди. Это двое его родителей и дочь. То есть в данном случае доля каждого из них по закону равна была одной трети. Поэтому суд признает за дочерью умершего право собственности в порядке наследования по закону на одну третью долю квартиры, принадлежащей отцу. Соответственно, суд признает частично недействительным свидетельство о праве собственности в порядке наследования по закону, полученное матерью после смерти своего сына, уменьшив ее до одной трети. Также суд признает частично недействительным и свидетельство о праве собственности в порядке наследования по завещанию, полученного сыном после смерти отца. Потому что доля отца должна была быть уменьшена до 1 трети, и он был в праве распорядиться только тем имуществом, которое ему принадлежит на праве собственности ко дню смерти. То есть у нас по завещанию наследодатель распоряжается только тем имуществом, которое ему реально принадлежит. То есть суд восстановил срок для принятия наследства, трое наследников в первой очереди, поэтому ваш папа мог завещать только 1 третью долю. Поэтому ваша доля точно так же и уменьшается до 1 трети. 1 третье одному наследнику, 1 третье вам как наследнику за вашим сыном, как наследника в первой очереди, у вас 1 третье по завещанию. Естественно, ответчики, понятно решение суда? Понятно. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Исковые требования удовлетворить. Решением суда я довольна. Все по закону. Все так, как и должно было быть. Просто очень жаль, что родная бабушка так относится к внучке, что в принципе вообще пришлось обратиться в суд. Для меня все внуки одинаковые. Просто как-то обидно, что одна будет жить в свободной шикарной квартире, а другие будут очень стесненные. А теперь вернемся в зал суда. Истец Сергей Титов, 32 года, приехал из Тулы. Устал от вольной жизни своей жены, хочет развестись и поделить имущество. Отвечек Лариса Титова, обеспеченная женщина, просит мужа дать ей шанс сохранить семью. Пожалуйста, истец, поясните суду причины расторжения брака. Ваша честь, я хочу иметь нормальную семью, хочу иметь детей, хочу, чтобы меня жена встречала каждый день с работы, вот, чтобы бегали дети. Но с моей супругой Ларисой это просто невозможно. Вот. Поэтому я и прошу расторгнуть наш брак и поделить наше совместное имущество. Так, а какое имущество вы разделяете, вы заявляете к разделу? Будьте добры, пожалуйста. Ну, имущество это трехкомнатная квартира. Ваша честь, можно слово? Подождите, подождите, ответчик. Вот. С Ларисой мы прожили вместе семь лет. Ну, с самого начала, как бы, Лариса погрязла в пьянке, наркомании, бурлянке. Это я погрязла в пьянке? Да, да, да. Это ты про меня сейчас говоришь? Постоянно, твои друзья. Ваша честь, можно слово? Нет. Ваша честь. Я вам дам слово, подождите. Ваша честь, но он... Ответчик, я вам предоставлю слово. Я хочу детей. Но Лариса под любым предлогом отказывается иметь детей. Делала несколько раз аборты, таблетки. Последний раз, когда я сидела... На шок дома бессознание. Зачем ты сейчас делаешь это? Прихожу домой вечером хорошо и рано освободился. Лариса лежит на полу без сознания. Но я вызвал скорую, и все. Оказалось, Лариса беременная. Ну и наглоталась таблета к аспирину, что просто противопоказано в ее ситуации. Вот оно свидетельство, вот заключение скорой. Все это зафиксировано. Ваша честь, можно мне слово? Нет. Ну, пик всего подошел к тому, когда я прихожу домой. Около дома машины нет. Захожу, Лариса, дом. Лариса, а где машина? Я испугался, думал, она просто попала в аварию. Оказалось, Лариса продала машину за 200 тысяч. Машина, которая стоит 2 миллиона. Я подруге своей продала за 200 тысяч машину. Не соседке какой-нибудь. Ваша честь, я продала машину своей лучшей подруге за 200 тысяч. И я сейчас готова объяснить, почему я ее продала. Конечно, машина лучше подруге нужна. Ваша честь, можно мне? Ответчик. Ваша честь, я не могу суждать. Ответчик. Извиняйте. Ну и что, и куда ушли эти все деньги? Выходные, пьянки, гулянки, опять наркота. Все по-старому. Ладно. Истец, давайте про квартиру. Ну, квартиру нам подарил на свадьбу тесть, Ларисин отец. Вот. Ну, а на свадьбе он ключи от квартиры отдал мне. Сказал, что на, сынок, пользуйтесь, это ваше гнездо, создавайте счастливую, хорошую семью. Ваша честь, квартира подарена моим отцом, оформлена на меня, он претендует на мою квартиру. Скажите, как можно претендовать на мою квартиру? Он хочет разъяснить со мной только из-за моей квартиры, понимаете это? Только из-за этого, вот главная причина этому всему. Ответчик, ответчик, после семи лет брака, вы считаете, что истец хочет с вами расторгнуть брак только из-за квартиры? Ваша честь, я вам сейчас объясню все почему. Я хочу семьи, Лариса. Можно мне сказать слово? Я хочу детей. Истец, истец. Ваша честь, ситуация совершенно состоит в другом. Послушайте меня, пожалуйста. Ситуация состоит в том, что мой отец два месяца тому назад умер. До этого момента меня почему-то мой муж любил, на руках носил, все ради меня делал. И почему-то, когда семь лет тому назад он женился на мне, он не подумал о том, что пью, гуляю или там наркоманка. На самом деле я уже вылечилась. У меня все справки есть. Молодая, я думал, ты одумаешь, что у нас я любил тебя, я думал, у нас будет все хорошо. Я так же и гуляла, понимаете, в чем дело? Но все это... Но как только я вышла за него... Истец, истец, истец. Ваша честь, но как только я вышла за него замуж, я стала лечиться. У меня есть все справки, ссылка диспансера, история болезни, где уже врач подтверждает о том, что я полностью здорова. Вы понимаете, в чем дело? Это все было на протяжении четырех лет. Я лечилась. Какие здоровые дети после наркотиков? Ваша честь, я уже не могу иметь здоровых детей. Мне уже врач дал... Да не могут они быть здоровыми после 10 лет употребления. Дело состоит совершенно не в детях, то, что он сейчас вам рассказывает. Просто мой муж всю жизнь был на моей шее. Как понять на моей шее? На шее моей, моего отца. Мой отец устроил его на работу, мой отец ему дал квартиру, мой отец дал ему машину, мой отец дал ему дачу. Если просто твой отец пристроил меня на нормальную работу... Ваша честь, я не могу разговаривать. Я, во-первых, сначала ответчика с большим трудом останавливала. А вас я вообще не могу оставить, потому что вы повернулись к ответчику и разговаривали только с ней. Ваша честь, я продолжу дальше. Этот человек, когда пришел к нам в семью, я его очень сильно полюбила. Ответчик, можно я постараюсь сейчас клиниться и задать очень важный вопрос? Скажите, пожалуйста, вот ИСЦОМ заявлены исковые требования о расторжении брака. Вы согласны на расторжение брака? Ваша честь, я не согласна с расторжением брака. То есть вы считаете, что вашу семью можно сохранить? Я считала, что можно сохранить. Ваша честь, я очень сильно люблю своего мужа. Очень сильно люблю. На протяжении семи лет мы жили замечательно и прекрасно. Я уверена, что этот человек меня тоже очень сильно любит. Потому что нельзя было в семь лет жить, согласитесь со мной, бесчувствую женщину, вы это понимаете. Ответчик, то есть вы против брака возражаете? Я против. Против расторжения брака? Против расторжения брака. Я бы хотела вам пояснить следующее, что раздел совместно нажитого имущества может быть произведен как при расторжении брака, так и без расторжения брака. Поэтому если вы сейчас не даете согласия на расторжение брака, считая, что это каким-то образом предотвратить раздел совместно нажитого имущества, вы не связываете эти два явления. Ваша честь, ваша честь. Вы знаете, я вполне самодостаточный человек. В моей жизни было все, понимаете, в чем дело. У меня отец крупную должность занимал, у меня проблем с денег никогда не было. Чтобы удержать сейчас человека ради денег, это для меня, понимаете, для меня просто низко будет. Просто сейчас для меня это будет низко. Поймаете, я не держу его ради там квартиры. У меня в жизни и квартиры, и машины, и дома, и все. Знаете, вот все, что нужно было в моей жизни было. У меня отец был крупным чиновником в городе у нас. Вы сами понимаете, что все, что нужно, у меня есть. Поймаете, я просто этого человека хочу удержать, потому что я этого человека люблю. У тебя уже ничего нет, ты уже все распродалась. Ваша честь, а то, что он говорит, что я распродала, вы сами поймите. Дачу и то соседа умудрилась за одну треть цены продать. Ваша честь, хочу вернуться к вопросу. Я опять все спустила. После смерти моего отца этот человек вообще не работает. Понимаете, в чем дело? Отвечки, я не понимаю, вы хотите сохранить семью, начинаете мне пальчики загибать. Он сидел на моей шее, папа его устроил туда. И вы хотите меня убедить, что все это перечисляя. Ваша честь, я хочу обратить внимание на то, что этот человек сейчас утверждает на то, что все, что есть у меня, это принадлежит ему. А я вам хочу объяснить то, что все, что есть у него, это принадлежит моему отцу, который подарил нам двоим. Понимаете, в чем дело? Я вам как женщина хочу объяснить то, что я люблю этого человека. Мне же с тобой просто на улице окажется. Ничего, понимаете, не нужно. Если документы просто случайным образом оказались оформлены на тебя, мы просто без всего останемся. Этот человек доказывает то, что я все продала. Я не отрицала того, что я продала машину, продала дачу. Но вы спросите, почему я это сделала? Я сделала это только лишь потому, что этот человек не может сейчас содержать нашу семью. А я люблю его, понимаете? Семь лет бегала к папочке. Я могла бы раздвестись, уйти. Дай денег на то, дай нам на гулянку денег. Вот вы понимаете, вы сами все слышите, что я все просила у своего отца. Ну не могу я вашу всю честную компанию поить, кормить. Понимаете, в чем дело? Если я правильно поняла, то данная квартира, которая заявлена к разделу, она была вам подарена отцом. Стороны по договору дарения вы и ваш папа? Да, я и мой папа. А вы считаете, естественно, что это случайно? Ну вообще это произошло случайным образом. Что случайно люди заключили договор, случайно пошли к нотариусу, случайно получили потом свидетельство о праве собственности? На свадьбе отец. Меня сейчас не интересует абсолютно, что было на свадьбе. Я говорю по документам. Вы считаете, что это случайно? Ну по документам у меня просто не было возможности оформить квартиру на нас обоих. Вот. Поэтому я и попросил оформить квартиру на Ларису. Ну тогда вы мне скажите, пожалуйста, почему эта квартира должна рассматриваться как супружеское имущество? Ну отец дарил нам эту квартиру на свадьбе. Так, будьте добры, пожалуйста, отвечу. Мне необходимы договор дарения и свидетельство о праве собственности и свидетельство о заключении брака через судебного пристава. Передайте, пожалуйста. Так, вы свидетели просили с вашей стороны? Пригласите, пожалуйста, в зал свидетелей истца. Свидетели истца, пройдите. Ваша честь, я Титова Зинаида Семеновна, мать Сергея. И сообщаю, что супругов надо развести, потому что Лариса это мажорка, привыкшая сидеть на чужой спине и всю кровь она из моего сына выпила. Он трудился, работал, всю жизнь зарабатывал и все на нее пахал. А она, а она чем занималась и теперь хочет выгнать его на улицу? Где ты была 7 лет тому назад, когда ты выдавала, женила своего сына на мне? Где ты была тогда? Он всю жизнь, сколько он горести перенес. Он учился, учился. 7 лет жила ужас. Жил в общежитии, был, питался полуголовный. Это ты сейчас мне говоришь? Это ты сейчас мне говоришь? Вагоны разгружал, а она всю жизнь привыкла на чужом горбе сидеть? И что она? Ваша честь, скажите, а я причем? То, что она не могла саму сыну дать... Свидетель, свидетель. Я причем здесь? Экиплататорша, не хочешь моего сына на улицу выгнать? Свидетель, свидетель, вот вопрос, который как раз я хотела бы вам задать. Вы-то готовы принять вашего сына назад? Нет, пусть... Ну да, готовы. 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 Так, суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. А теперь вернемся в зал суда. Прошу всех садиться. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования ИСЦА, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив свидетелей со стороны ИСЦА и рассмотрев представленные документы, слушание дела о расторжении брака суд считает необходимым отложить и назначает супругам срок для примирения на 3 месяца. В иске о разделе супружеского имущества суд считает необходимым отказать. Суд откладывает слушание дела о расторжении брака и предоставляет супругам срок для примирения на 3 месяца, поскольку ответчица на расторжение брака не согласна. Если супруги не примирятся и ИСЦА будут наставить на расторжение брака, то в соответствии с правилами части 2 статьи 22 Семейного кодекса РФ брак между супругами будет расторгнут. Суд отказывает в иске о разделе квартиры, потому что разделу между супругами подлежит только имущество, которое является их супружеской собственностью, то есть приобретенной на супружеские средства в период брака. Спорная квартира является личной собственностью супруги, так как она была получена ею в дар от отца, что подтверждается представленными суду договором дарения и свидетельством о государственной регистрации перехода права собственности, поэтому за ИСЦом не может быть признано право собственности на долю в данную квартиру. Суд хотел бы разъяснить следующее, что в случае расторжения брака между супругами право пользования ИСЦа в данной квартире может быть прекращено по требованию ответчицы в связи с тем, что он станет для ответчицы бывшим членом семьи. Это понятно вам, естественно? Понятно. Отвече к вам понятное решение суда. Суд благодарит свидетеля за участие в судебном заседании. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать, назначить срок для примирения на три месяца. Ну, я думаю, если уж за семь лет у нас ничего не получилось, три месяца ничего не решат. А я все-таки надеюсь на то, что я забеременею, у нас отношения с мужем нормализуются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...